Временные ряды 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 Временные Временные ряды Выдаваем Временные ряды Временные es Временные кандидат Временные и которые могут быть предикторами нашей конечной таргет-переменной, в данном случае, например, температуры. Здесь в качестве примера можно посмотреть на влажность, силу ветра, облачность и так далее. Влияют ли эти значения на температуру? Наверное, да. Влияет ли температура на эти значения? В некоторых случаях тоже да. Поэтому тут тоже очень важно понимать, где у нас корреляция, где у нас зависимость в одну сторону, где зависимость в вторую сторону. Проблема или задача прогнозирования формулируется следующим образом, что нам нужно предсказать одно или несколько будущих наблюдений и для какого-то временного ряда, используя наши прошлые наблюдения. И есть тоже, условно говоря, два типа, которые немножко отличаются между собой по работе с ними. Это предсказание на одно значение, предсказание на один шаг вперед и на много шагов вперед. Я чуть дальше упомяну об этом. Какие проблемы возникают? Почему это предсказание временных родов, почему с ними работать не так легко? Прежде всего, если бы было легко работать, то, наверное, многие бы уже обогатились. Потому что биржевые индексы или валюты, курсы колебания валют – это временные ряды тоже. Если бы люди умели их прогнозировать очень хорошо, то либо рынка бы не существовало, либо кто-то бы уже улетел на Марс со своим огромным количеством денег. Но, видимо, это не все так просто. И некоторые проблемы, которые существуют, я перечислю. Первое – это то, что в универиат временных родах у нас достаточно маленькое количество информации. То есть, по сути, мы имеем только временную шкалу, из которой мы можем какие-то делать выводы. Каждый временной ряд сам по себе уникален. То есть, если мы смотрим даже на временные ряды из одного домена, ну, предположим, как продаются товары. Они… Ну, товар – плохой пример. Товары, на самом деле, продаются очень часто похожим образом, потому что у них зависимость от времени очень хорошая. Там от выходных, там, ну, одни недели, условно говоря, праздников каких-то, ну, перед Сенс-Гивен или перед Рождеством или перед другими праздниками, естественно, продажи взлетают, есть сезонные товары. Но, предположим, если мы говорим про, ну, не знаю, то, с чем я работал, например, даже не надо, то, с чем я работал, например, есть биржевые индексы, те же самые, если вы посмотрите на временные ряды разных компаний, то они переживают совершенно разные сложности или там успехи. И одни растут, другие падают, и при этом использовать один и тот же метод для каждого и для любого из них очень неправильно. Вы получите на выходе неточные прогнозы. Также есть такая вещь, как аномалии или шоки. То есть, когда вот у вас временный ряд там имел определенный тренд, там куда-то шел, а потом раз, и что-то случилось, и какая-то аномалия. Или вообще происходит level shift, так называемый, когда мы просто переходим на новый уровень. Ну, не знаю, что-то сильно подорожало, не знаю, бензин сильно подорожал, и, следовательно, стоимость хлеба раз и выросла. Много существует потенциальных подходов к прогнозированию временных рядов, потому что временными рядами люди занимаются уже, не знаю, наверное, 100 лет, если не больше. И, ну, предсказания, условно говоря, погоды, это тоже предсказания временных рядов, они были еще давным-давно. Вот, и за это время там и математика, и статистика, и компьютер-сайс уже, и машин-леунинг проработали достаточно большой сет подходов к этому. К этому сложно выбрать, какой именно. Надо понимать, в чем они отличаются. И, например, если мы хотим предсказывать много шагов в будущее, ну, например, мы хотим предсказать в следующий месяц, и мы предсказываем день за днем, мы хотим знать значение в каждый день этого месяца, то я могу вас расстроить, вряд ли у вас это получится, только если у вас не очень сильно, там, не знаю, тренда, сезонно-зависимые ряды. В этом случае вы сможете более-менее точно предсказать. Противно мне. И то, что вы натренировали модели, получили хорошую точность на тренировочных данных, а мы обычно не знаем, какая точность, естественно, в будущем будет, не всегда обозначает, что вы получите хорошее предсказание. Вот. То есть есть определенный уровень, опять же, неизвестности, который может выстрелить, и вы получите плохое предсказание. Главные методы можно разделить, опять же, по типам этих временных, ну, по типам временных рядов, на две группы большие. Для Univariate рядов у нас могут применяться, ну, первые – это простые методы, вторые – это методы, связанные с различными видеокомпозициями, третьи – методы, связанные с семейства Arima методов, так называемых. Также в последнее время в большой популярность получили рекуррентные нейросети, там, или LSTM, модификация рекуррентных, и time-based regression, условно говоря, это, я чуть позже об этом расскажу, это немножко такой уже переход к multivariate рядам. Для multivariate, когда у нас есть много предикторов, мы можем использовать, ну, либо векторную авторегрессию, что является на самом деле расширением вот этих методов, либо просто на вход подается не последовательность значения, а последовательность векторов, вот, либо практически абсолютно любой machine learning метод, абсолютно любой machine learning модель. Начнем с Univariate forecasting'а. Простые методы. Простые методы и называются потому простыми, что они очень-очень наивные. И, допустим, первый наивный метод, он, по сути, заключается в том, что мы просто говорим, что завтра будет то же самое, что сегодня. И в этом случае мы, ну, то есть в точке T плюс 1, значение будет равно в точке T, в сегодняшней точке. T плюс 1, это, условно говоря, завтрашняя точка, следующая точка. Это самый простой подход. Можно добавить к этому тренд. То есть можно сказать, что будет то же самое, что сегодня, но с добавлением, с учетом того, какое было изменение со вчера на сегодня. Например, если падало, то, скорее всего, и дальше упадет. Если выросло, то, скорее всего, и дальше вырастет. То есть это трендовый такой наивный способ. И сезонный способ, это когда мы начинаем учитывать так же… О, боже, тут формула абсолютно не дописана, простите. Ну, в общем, так или иначе, это предсказание, которое построено, в том числе на отчете сезонности. Ну, в качестве примера. У нас есть, не знаю, какой-то ряд. Причем я еще не говорил, что такое тренд, что такое сезонность. Но тут вы видите, что есть явно какие-то последовательные росты и падения. Вот это называется цикличностью или сезонностью. И, допустим, метод наивный, он предсказывает последнюю точку. Видите, раз и все. Сезонный наивный, учитывая сезонное значение, он учитывает, по сути, он копирует какое-то количество точек в прошлое и переносит его. Ну, тут, в общем, правильно написано с точки зрения логики, но не очень правильно. Ну, t-k, k это на случай сезонность, сколько мы считаем точек, берем назад. Тут просто надо добавить, что t плюс 2 это t минус k плюс 1 и так далее. Вот. Метод еще один, он тоже достаточно очевидный. Это просто взять среднее значение по предыдущим n каким-то значениям и просто продлить его тоже в будущее. Ну, вот он на рисунке красный. То есть вы видите, что здесь взяли какое-то количество последних значений, просто усреднили их и продолжили бесконечности. Ну, и есть еще один более сложный метод, который называется drift, который, по сути, является, ну, формула посложнее, не буду ее объяснять, но это, по сути, экстраполяция. То есть мы пытаемся тут найти какой-то тренд, зависимость и продолжить ее в будущее. Эти все методы, естественно, не дают хорошего прогноза, но они все очень легко реализуемы и их удобно использовать в качестве бенчмарков. То есть вы быстро можете реализовать что-то из подобного, что подходит больше для вашей задачи, и потом сравнивать все следующие методы с ним. Потому что если ваш более сложный метод работает хуже, чем один из этих, то грош цена этому более сложного метода, да? Более сложные методы. Декомпозиция. Любой временный ряд, в принципе, хорошо начинать с анализа. И одним из моментов или инструментов анализа является декомпозиция. Временный ряд можно разложить на, условно, тренд. Это какое-то долгосрочное движение. Так, ага, вот. Ну, вот это у нас декомпозиция. Это наш временный ряд. Это наш тренд, который извлечен из временного ряда. Вы видите, он более сглажен. Ну, по сути, он всегда обычно и просто вычисляется методом какого-нибудь сглаживания временного ряда. Затем у нас есть компонент, который называется циклический. Это повторяющиеся, но не периодические изменения. И сезонал – это повторяющиеся и периодические изменения. Чаще всего используют просто сезонал паттерн. И почему это часто используется? Потому что у нас, в принципе, время цикличное. У нас цикличные месяцы, годы. И какие-то изменения величин часто повторяются в связи с этим недельным интервалом или месячным, или любым другим. И все, что осталось, называется irregular компонент. В общем, это любые остатки, которые мы получили после того, как из нашего временного ряда извлекли тренд, извлекли сезонность какую-то. И вот все, что осталось, это вот то, что осталось. Обычно это какой-то шум, в идеале это шум, который нормально распределен. Если он не нормально распределен, вы плохо провели первые два шага. Потому что вы какую-то часть зависимости не учли. Несколько, ну, грустно говоря, два больших способа моделирования. Первый – это просуммировать эти все значения. Второй – промультиплицировать, то есть умножить эти все значения. И все. Я покажу пару примеров. В качестве примера возьмем ряд. Вот такой вот. Это график продаж какого-то айтема, с кагла, с одной из соревнований. Вы видите, что он, ну, это год, 2017 год, по сути. И, в общем, что здесь по нему можно сказать сразу? Наверное, у него есть тренд, да, какой-то. Наверное, у него может быть есть какая-то сезонность. Непонятно пока. Может нет. Может недельная есть, может нет. Но как минимум месячная явно не наблюдается. И все, в общем-то. Если мы его попытаемся декомпозировать, то мы увидим, что у нас есть вот там трендовая какая-то величина, кстати, ну, тут она сглажена еще не очень сильно. Можно было бы сильнее сгладить. Вот. Какая-то найдена сезонная декомпозиция, сезонный, извините, компонент найден. И какие-то остатки. Но это плохой пример. И я хотел вам задать вопрос, почему он плохой, но понимаю, что вряд ли кто-то видит. Поэтому я сразу же расскажу, почему он плохой. Потому что величины, вот посмотрите, какие здесь у нас там, от, не знаю, от 10 до 50, да? Когда мы получили тренд, ну, понятно, эти величины сохранились. Когда мы извлекли сезон, мы получили разброс от минус 5 до плюс 5. А когда мы посчитали остатки, мы получили разброс там от минус 10 до плюс 20. То есть вы не должны получать на выходе, вот эти остатки, они всегда должны быть меньше, чем те компоненты, которые вы, ну, не всегда, но желательно, должны быть меньше, чем те компоненты, которые вы извлекли. Потому что сейчас вот эта вот сезонность, которую нашел, недельная, кстати, которую нашла модель, алгоритм декомпозиции, которую нашел, вы просто заставили, и он ее нашел. Но по-хорошему получили мы плохое разложение. Вот немножко получше разложение. Здесь у нас те же самые продажи, только на глубине 5 лет и сгруппированные по месяцам. И вот тут вот очень хорошо видно, что есть и тренд какой-то возрастающий, и сезонный паттерн, который невооруженным глазом наблюдается каждый год, его можно извлечь. И если вы посмотрите на величины, то, грубо говоря, это усредненные значения, естественно, то здесь уже от минус 5 до 5, а остатки колеблются там от минус, не знаю, одного или минус двух до двух. И вот это уже хорошее разложение. Оно свидетельствует о том, что мы более-менее хорошо подошли и действительно нашли сезонный паттерн и трендовый паттерн. Как выглядит прогнозирование, основанное на этом подходе? Первое – это анализ остатков, то есть то, что у вас получилось в конце. Очень важно посмотреть, потому что вы можете разложить разными способами, опять же, мультипликативно, аддитивно. Вы можете разные параметры для декомпозиции создать, вы можете попробовать разные декомпозиции вообще. И очень важно, чтобы, грубо говоря, вы смогли вот в описываемые компоненты забрать всю важную информацию о временном ряде. То есть остатки – это должен быть шум. А шум – это по определению нормально распределенные значения, в них не должно быть никакой авторегрессии, ничего. И, грубо говоря, в этом случае вы можете быть уверены, что вы извлекли всю информацию из вашего ряда. Если вы извлекли не всю, надо пробовать другую декомпозицию или пробовать еще один шаг декомпозиции, но уже на остатках. Или там еще дополнительно, конечно, можно еще убирать стационарность перед этим. Ну, то есть есть много подходов. После того, как вы выбрали, правильно декомпозировали, вы уже тогда можете предсказать тренд свой в будущее, добавить в него извлеченный сезонный компонент, добавить в него какой-то шум, чтобы выглядело более реалистично. Ну, можно не добавлять. То есть это может быть какая-то константа или какой-то, опять же, случайный шум. Это не единственный способ декомпозиции, который я показал. Он на самом деле достаточно примитивный. Есть более сложные, более устойчивые методы или робастные методы декомпозиции. Вот я здесь просто приведу их в пример, чтобы вы знали. То есть есть там у Sony X11, который тоже базируется на том же подходе, но внутри себя позволяет избежать каких-то дополнительных проблем. Например, он с аутлайерами хорошо обрабатывает эту ситуацию, там левел шифты, всякие аномалии. И может быть, сезонный компонент может изменяться. То есть какие-то вещи более гибко в нем подбираются, чем при обычном способе. Есть SIDS decomposition, это Arima-based декомпозиция, по сути. Проблема с этими методами, недостатки их в том, что они работают только с квартальными либо месячными данными. Есть такое ограничение, то есть это должны быть сезонные данные и сезонные именно в таких величинах. Есть также STL декомпозиция, которая построена на LOIS подходе. Она тоже, в общем-то, намного лучше, чем основная. Не буду здесь перечислять. И остановиться чуть-чуть хочу на последнем случае. Это другой метод декомпозиции, который построен на фурье преобразованиях. Не преобразованиях, а разложении фурье. То есть мы там декомпозируем синусами, косинусами. И Facebook Profit — это библиотека, которую вы можете попробовать. Она доступна по этой ссылке. Очень хорошая. На самом деле там есть реализация и других методов, там Arima и прочих. То есть вы можете использовать как просто библиотеку для предсказания временных рядов. Она довольно хорошо работает. И то есть она умеет работать с разными типами декомпозиции. И в том числе, еще раз, это совершенно другой тип декомпозиции. То есть если ваши не работают вот эти, то Profit, условно говоря, может сработать. Arima — это After Regression плюс Integration плюс Moving Average. По сути, Arima — это комбинация нескольких подходов, двух, After Regression и Moving Average. Тут иногда включается этот integration компонент, иногда не включается. В этом случае называется Arma. Так или иначе. То есть After Regression — это модель, которая позволяет… Я потом расскажу чуть больше, но в общем-то она умеет брать во внимание предыдущие значения. Что такое After Regression? Regression — это когда мы пытаемся вывести, грубо говоря, какое-то значение относительно какого-то нашего набора вектора, грубо говоря, какие-то параметры. А After Regression — это когда во временных рядах есть зависимость вашего следующего значения от предыдущих. То есть когда вы можете построить такую простую формулу, которая предсказывает следующее значение с большой точностью от предыдущих, то ваш ряд хорошо поддается, он After Regression, и, следовательно, можно использовать эту модель для того, чтобы его предсказывать. Integrated part чуть позже. Moving Average, он немножко по-другому работает. Он основан на ошибках, на разницах между тем, что будет посчитано Moving Average в каждой конкретной точке и реальным значением, и потом использует вот эти значения, строит, грубо говоря, регрессию на этих значениях. В Python есть Arima class, в VAR есть библиотека вообще Forecast, которая все это делает. В общем, методов в миллион. Авторегрессионная модель, как я уже сказал, это линейная регрессия предыдущих значений. Есть параметр P, который говорит о том, сколько мы берем последних значений, и это называется тоже Order of Regression. Ну, в общем, да, да, спасибо, можно и так сказать. Да, формула очень простая, то есть следующее значение — это просто P предыдущих плюс какой-то шум, плюс какая-то константа. В данном случае. И, ну, вот пример не очень хороший, к сожалению. Да. Arima 5.0.0, то есть в данном случае имеется в виду, что это, по сути, AR5 модель. Синяя — это два месяца последних продаж. Зеленая — это реальные значения будущего месяца. И красная — это предсказания. Предсказания сделаны плюс одна точка. То есть в данном случае это не просто предсказания, на месяц вперед 30 точек. В этом случае вы бы здесь увидели просто уход в линию, в ту или иную сторону. То есть это очень сложно для Arima. Она не понимает такое. Ну, в смысле, Arima, не сезонная Arima. Ей очень сложно такое понять. Вот, поэтому это просто в каждой точке мы делаем предсказания следующего. Ну, вот так вот нарисовали, чтобы сравнить. И здесь ошибка RMS-E тут 6.25. Это просто на будущее нам будет интересно. Moving Average модель. Она делает предсказания, как я уже сказал, на ошибках. Ну, тут Forecast Errors на самом деле. Не совсем Forecast, конечно. И то есть это на предыдущих разницах между значением скользящего среднего, которое можно считать предсказанием, да, в этой позиции в прошлом и реальным значением этого этого. И выглядит точно так же. То есть это такая же регрессия, по большому счету. Просто построена немножко на других значениях. И вот она выглядит вот так. На самом деле они выглядят очень похоже. Ну, так чуть-чуть меняется, да. Там нет X, потому что она зависит не от значения, а от разницы. Это, собственно, вот это тета. Как это правильно буква называется? Господи, я не вижу. В общем, так или иначе, предсказания, ну, потому что это тоже пятый ордер. И они из-за этого достаточно хорошо с авторегрессионной моделью схожи. Вот. Так или иначе, ошибка здесь тоже. 6.61 довольно большая. Integrated component — это компонент, который отвечает за дифференцирование. Два слова про стационарность ряда. Что такое стационарный ряд? Стационарный ряд — это ряд, в котором на протяжении времени сохраняются его основные статистические значения. Например, среднее, там variance, там еще несколько дополнительных условий. Ну, то есть, иными словами, отряд, в котором нет, по сути, выраженного тренда, нет сезонности, он в этом случае называется стационарным. И когда мы делаем предсказания или декомпозицию, то очень часто одно из первых шагов является приведение вашего ряда к стационарному виду. То есть, вы должны сначала его каким-то образом, опять же, либо выкинув тренд и сезонность, либо дифференцировав ряд, вы его должны привести к стационарному виду. В данном случае, вот мы видим, ну, я взял пример, опять же, тот месячный, когда у нас агрегация по месяцам, да, и вы видите, что здесь явно выражены и трендовый компонент, и сезонный компонент. И если делать предсказания, вот слева предсказания без учета стационарно, ну, на обычном ряде, без дифференцирования ряда. Справа предсказания с дифференцированием ряда. Правое предсказание выглядит получше, да, вы это можете видеть. Что такое дифференцирование ряда? Это просто мы берем и из нашего ряда строим ряд, который состоит из разниц между item значением элемента и минус первым. То есть, грубо говоря, мы начинаем вычислять просто разницу между ними и строим новый ряд. Обычно одного дифференцирования достаточно, чтобы привести ряд стационарности. Если это не так, можно провести несколько дифференцирований, пока вы не получите стационарный ряд. И вот этот компонент в Ариме, он как раз и призван помогать в тех случаях, когда у вас, например, не стационарный ряд, вы можете добавить его, единицу добавить и параметр D, и получить лучше предсказания, чем они были бы без этого. Есть еще одна модификация Аримы, которая как раз заточена по тому, чтобы предсказывать сезонные ряды. Это один и тот же ряд, но здесь, условно говоря, значение в районе 2,5 RMSE. Ну, RMSE чуть больше скажу, простите, я… Надо, конечно, было раньше сказать. Но RMSE это root, min, square, error. Это разница, по сути, между… разница корень из квадратов, разница между вашим предсказанным значением и реальным значением, которое было. То есть достаточно простая метрика, просто которая учитывает попарно предсказания и реальные значения. Ну, она достаточно хорошая метрика для того, чтобы оценивать качество ваших предсказаний. И вот RMSE был, грубо говоря, без использования сезонности. RMSE был там 2,5, даже несмотря на то, что вы видите, что мы здесь вроде как предсказали похоже. Но когда мы используем сезонную Ариму, сезонная Арима добавляет еще 4 параметра. PDAQ для сезонного компонента и N в качестве лага, ну, не лага, а периодичности. То есть в нашем случае мы здесь сделаем прогноз на 12, потому что мы знаем, что периодичность 12 месяцев, да. И тут подбираем, ну, какие-то там значения, не знаю, 2,01 в данном случае. Вот эти P большое, D и Q, 2,01. И предсказание, ну, то есть ошибка наша 1,77. И вроде кажется 1,77 не намного, ну, это, во-первых, лучше, чем 2,5, но вроде кажется не настолько, насколько вообще бы стоило городить огород. Если не сказать, что вот это предсказание сделано на самом деле на 12 месяцев вперед. То есть мы делаем предсказание здесь на 12 точек вперед. Не каждый раз мы знаем, мы просто переходим на следующую точку и предсказываем одно значение, как вот здесь. А мы делаем предсказание на 12 точек вперед. И оно работает лучше, чем, если бы вы здесь, если бы мы, простите, если бы мы здесь сделали предсказание на 12 точек вперед, мы бы получили бы эту прямую линию, ну, около прямой линии, грубо говоря. Ну, в зависимости от того, какие параметры Рима были бы настроены. Но там бы не было никакой сезонности и точности вообще была бы низкой. А здесь у нас, грубо говоря, сходу на 12 месяцев. И можно посмотреть, почему. Потому что на самом деле она взяла вот эти вот последние, в данном случае мы берем два последних сезона. Она взяла два последних сезона и плюс-минус там усреднила их, добавила какие-то дополнительные вещи и получили мы, вот видите, вот этот пик. Его нету вот здесь и вот здесь, но он есть здесь и здесь. Его нету здесь в зеленых, но он есть в красном. Ну, потому что она взяла два, а не там, условно говоря, четыре. Вот. Как выбирать параметры? Самое интересное. PDQ, они могут меняться довольно сильно. Ну, в смысле, от нуля до, не знаю, до скольки захотите, до десятков P, Q. И там, ну, обычно 0,1, максимум 2 для D. Обычно 0,1. Вот. Как находить? Ну, первый способ это выбирать их аналитически, то есть посмотреть на ваш временный ряд, построить partial after correlation plot и автокорреляционный график тоже. То есть частично автокорреляционный и автокорреляционный. Вот в данном случае график автокорреляции. Автокорреляция это тоже, ну, очень похожая вещь на понятие авторегрессии, только это просто корреляция между вашим рядом и смещенным на единицу, на два, на три и так далее, на какое-то количество шагов рядом другим. Таким образом, если у вас существует эта автокорреляция, у вас и авторегрессия работает. А если у вас это не существует, автокорреляция нет, то и регрессия, в общем-то, работать тоже не будет. Вот. И здесь, ну, есть два, ну, тут есть для P используется график partial after correlation, там используются определенные, ну, как бы подсказки, да, как мы это делаем, как мы находим. График этот выглядит вот так, где значение, вот это значение автокорреляции, а это lag, то есть насколько мы шагов сдвинули наш временной ряд и сравниваем его с нашим основным рядом. И вот видите, что, условно говоря, значение там в единице, ну, кстати, нуля нет, тут была бы единица, вот в единице значение там довольно высокое, в двойке еще лучше, но потом оно потихонечку спадает на нет, потом вообще lag, ну, в смысле, происходит обратная уже зависимость, ну, кстати, достаточно низкая. И там, в общем-то, смотрится на то, как когда пересекает вот этот график, там, вот эту линию или вот эту, там, низкую линию или вот эту линию, и, следовательно, так подбирается lag, который, а lag это и есть наше значение P или Q, в общем, это все можно почитать, это несложно. Но, так, ну, а D выбирается, основываясь на том, является на шире стационарным, нестационарным, но, опять же, не всегда, если он у вас нестационарный, нестационарно добежать и сразу же D ставить в единицу, и D может быть и 0, отлично отрабатывать, и лучше, чем единица. Вот, в чем проблема? Вот это все, как бы, оно немножко болезненно, то есть, ну, брать, вот это все, там, выбирать, аналитически подбирать, и потом вы выбрали P, D, Q, выбрали и сказали, все, сейчас моя рима заработает. Запускаете, она дает плохой результат. Так тоже бывает. То есть оно, по идее, должно работать, но оно работает далеко не всегда, и какие-то соседние значения по E, Q могут давать лучший результат, чем тот, который у вас есть сейчас. Некоторые инструменты есть, для которых автоматизирует этот процесс, потому что то, что я сейчас рассказал, оно все, в принципе, формально описывается, поэтому вполне можно сделать это, заходить это. И это же сделали, естественно, в AR, это автоарима метод, в библиотеке Forecast, в Python тоже есть и сторонние реализации, и реализация в STA, в библиотеке, в пакете. Но в чем проблема? Что так же, как и первые аналитические, они тоже на тех же методах строятся, и следовательно могут давать не очень точный результат. Но нас всегда спасает, мы же программисты, нас всегда спасает перебор. Вот grid search это перебор. То есть мы просто берем P от 0 до 10, D от 0 до 2, Q от 0 до 10, и строим каждый раз на новых значениях наш ряд. Ну, если мы используем сезон, то нам приходится, конечно, глубину нашего цикла увеличивать до 7, вот, хотя, или до 6, вот. И так или иначе, когда вы все переберете, вы, скорее всего, получите, ну, вы не, скорее всего, вы получите те значения PDAQ, которые на вашем ряде дают самое лучшее значение. При этом надо основываться на, лучше основываться не на RMSE, а на таких параметрах, как Akaiki, Information Criteria, и BASEan, Information Criteria. Тогда вы сможете подобрать действительно самые лучшие значения. Не стоит забывать об еще одной вещи, что когда вы подбираете, вы можете сравнивать только с тем, ну, основываться на предсказаниях на том же ряде, который вы имеете, а можете сделать так называемую, там, кросс-валидацию. То есть, словно говоря, вы какое-то количество вашего ряда делите на две части, тренировочный и тот, на котором вы предсказываете, например, 7 последних значений вы предсказываете неделю. И в этом случае вы можете спокойно сравнивать вот эти 7 последних значений, которые модель предсказывает, которые она не видела в тренировке, то есть не подстраивалась под них, формула, которая построена будет. И в этом случае вы получите более точный результат для гридсёча. И такой вот переходящий в multivariate тема, то есть у нас есть наши временные ряды простые, они основаны на временной шкале, но мы же можем построить из временной шкалы, извлечь какие-то фичи, которые будут, например, говорить там, самые разнообразные. Например, значения временного ряда, которые были там несколько дней назад, неделю назад. Или средние значения за предыдущую неделю. Или там за предыдущий месяц. Или за третью неделю, если считать от сегодняшнего дня. То есть вы можете подобрать абсолютно любые, посчитать абсолютно любые статистики на вашем временном ряде по значениям сначала. То есть это вот первое. Потом по данным. Ой, по датам. По временной шкале, грубо говоря. То есть тут вы можете, например, использовать как календарные вещи, ну типа из разряда сегодня или то значение, которое мы предсказываем, тот день, который мы предсказываем. Это будет выходной или нет? Праздник или нет? Если праздник какой? Вот. Если вы знаете, что ваши там продажи зависят от праздников, то естественно разумно эти временные ряда об этом ничего не знают. Сам временный ряд, значение временного ряда, вернее они знают, но они были год назад, например. Вы не построите авторегрессию, ну скорее всего, на год назад. 365 значений немножко нехорошо работает. Вот. Но вы хотели бы учесть эту информацию. Вы добавляете ее в качестве дополнительной фичи отдельной. Вы говорите, да, вот там завтра или через неделю праздник. Потому что вы знаете, что за неделю до праздника народ начинает бежать в магазин и покупать товары. Какие-то статистики за вот min, max, average, median, за предыдущее значение. Какие-то специальные ивенты, опять же, маркетинговые компании, которые отправлялись. И для других типов временных рядов, например, для сигналов, звуков, речи используется вообще отдельный набор фич, которые можно извлекать. Это и там Fourier transformation фичи, энтропии, вейвлеты, и MFCC коэффициенты. Их много, на самом деле много. То есть, грубо говоря, из речи или из звука вы можете извлечь намного больше, чем из временной шкалы просто. Вот здесь есть очень неплохая библиотека, Time Series Fresh, которая вот по временному компоненту умеет в автоматическом режиме извлекать сотни значений. И, грубо говоря, вы можете потом убрать, спокойно кидать в регрессию, ну, в смысле, в какую-то модель и смотреть, что работает, что не работает, оставить только те, которые нужны. И, в общем, базовый подход какой? У нас есть временной ряд. Мы из него извлекаем time-based фичи, получаем таблицу и с какими-то предсказаниями, все равно какие-то у нас есть таргет-перемены, да, и мы просто-напросто используем абсолютно любую machine learning модель, которая нам нравится, начиная от простой регрессии и заканчивая нервными сетями, которая бы могла делать предсказания на ней. И вот как раз переходя к machine learning примерам, вернее моделям, потому что все, что мы обсуждали до этого не machine learning, ну, как бы, если правильно говорить, то вот как раз очень хороший тип нейросетей, который работает отлично с обычными временными рядами, не multivariate, ну, и с multivariate тоже, но и с не multivariate, это RNN или ее модификация LSTM. RNN это рекуррентная нейронная сеть, то есть это нейронная сеть, которая знает, ну, которая есть память. Потому что когда вы делаете обучение обычной нейронной сети, то когда вы подаете на вход новое наблюдение, новый вектор, нейронная сеть, или когда вы делаете уже, ну, хорошо, когда вы тренируете, нейронная сеть, грубо говоря, о прошлых ничего, значениях, которые передавались, она мало что знает. Вы прогнали, веса подстроили и пошли дальше. RNN может запоминать внутри себя, и использовать его повторно на следующем цикле и на следующих циклах те значения, которые были раньше. LSTM, ну, RNN хорошо работает действительно для… ну, она капризная, да, но там я же проговорил, но у нее есть один недостаток, она не очень хорошо работает с long-term dependencies, то есть она не очень хорошо работает над какими-то, ну, не знаю, если вам нужно знать вот на вашем шаге, что было, не знаю, 30 шагов назад, то RNN уже не очень хорошо учится, она забывает. А для этих целей, собственно говоря, придумали другую архитектуру, LSTM, я не буду останавливаться здесь подробно. Расскажу лишь только основные плюсы-минусы, то есть в плюсах у этого подхода то, что у нас здесь не нужно ничего извлекать, никакие фичи, в принципе, вы подаете на вход значения, и она сама какие-то извлекает автоматически. Она умеет вот как раз нелинейность, нейросеть нелинейности хорошо обрабатывают. Вы легко добавляете, если вы, например, начинаете работать с Univariate, временным рядом, потом вы… О, есть другие данные, которые я могу использовать. Вы легко туда добавите их, в отличие от Arima какой-нибудь. И вы можете, опять же, тренироваться на нескольких временных рядах абсолютно разных, потому что там она разбивается, и вы можете тогда, не знаю, увеличить свой датасет. Недостатки – то, что очень… Достаточное количество данных нужно для тренировки, низкая интерпретируемость и нету оценки конфиденса. Multivariate. Multivariate во многих случаях, например, при предсказании погоды, при предсказании… Это что у нас, господи? Это какие-то… Простите, сейчас не вижу. Зависимости тоже продаж. И в данном случае это, например, график, опять же, биржевых индексов Microsoft. Вот предсказания вот в этих случаях не делают на Univariate. Их делают на больших… на расширенном количестве предикторов, которые также влияют и на биржевые индексы, и на погоду, и так далее. И вот если вы будете предсказывать, грубо говоря, погоду, основываясь только на предыдущих значениях, вы будете очень плохо предсказывать погоду. И поэтому нам нужны другие предикторы. Для этого мы как раз их добавляем. И в этом случае мы уже имеем не Univariate, а Multivariate, временный ряд. Подход очень простой. Мы берем временный ряд, из него извлекаем какие-то time-based фичи, которые мы видели раньше. Берем другие временные ряды и датасеты, извлекаем из них другие предикторы или используем их прямо как они есть. И просто применяем какие-то методы машинного обучения. Вариантов моделей, которые можно использовать, очень много. Тут вам все модели машинного обучения в помощь, начиная от регрессий, деревьев, нейросетей, заканчивая ансамблями всех этих товарищей, если они будут работать хорошо. Оцениваются модели при решении задачи регрессии несколькими метриками разными. Вы можете выбирать под вашу задачу. Но самое часто используемое это MinAbsoluteError. То есть, грубо говоря, это просто среднее значение ошибки. Squared – это то же самое среднее, но не модули ошибки, а квадраты ошибки. Root – MinSquaredError. То же самое, только еще корень. Корень добавляется для того, чтобы вернуть значение, потому что там квадраты. Если мы хотим их сопоставлять с реальными нашими абсолютными значениями временного ряда, то лучше их вернуть в наши из квадратов в линейную плоскость. Тогда вы сможете сопоставлять. Что у вас, условно говоря, когда у вас значение вашего ряда колеблется в районе 800, а вы делаете предсказание, и ошибка 100 – это хорошо или плохо? Ну, R, M, S, E. 100 – это для этого используется, для того, чтобы понять, хорошо или это плохо. Следующая ошибка – это Mapy, PercentageError. Когда мы как раз делаем отношение этого 100 к 800, получаем значение 1 восьмая, умножаем на 100, получаем процент. И в этом случае вы можете сказать, да, у меня ошибка, сколько это 1 восьмая, 12%. Но когда вы сравниваете в разные временные ряды, там те же биржевые индексы, одни колеблются в районе 30 долларов, а другие в районе 500 долларов. А R, M, S, E в одном случае, не знаю, там 3 доллара, а во втором случае 20 долларов. 20 же больше, чем 3, правда? Ну, только 3 от 30 – это 10%, а 20 от, не знаю, там 500 – это… Я завис, сами посчитайте. Короче говоря, Mapy хорошо как раз показывает вот эти вот вещи. Да, но есть еще так называемый Scale at Mapy, ну, в общем, не важно. Очень важно. Валидация модели, то есть вы, понятное дело, делите свой временный ряд на тренировочный и тестовый, ну, там, или валидационный и тестовый. И дальше вы можете использовать две стратегии. То есть временный ряд, чем отличается от обычного датасета, вы не делите случайным образом ваши данные, не выбираете в троиный тест, а вы берете все-таки, вам надо сохранить последовательность. Поэтому вы берете последовательность. Вот это тренировочное, грубо говоря, вот это тестовое. Потом сдвинули ее немножко, вот это тренировочное, это тестовое. Этот подход называется sliding window. Вы просто двигаетесь каким-то окном, скользящим окном. Но есть еще expanding window, это когда вы делаете то же самое, только в качестве тренировочных данных даете, ну, все, что у вас есть. Этот метод там иногда работает лучше, метод валидации работает лучше. Как мы хендлим случаи, когда у нас несколько предсказаний на несколько шагов вперед? Две стратегии. Первое, это мы просто делаем предсказание первого значения, добавляем его в наш временный ряд, который у нас есть, считаем, что оно случилось, делаем предсказание следующего, ну, фитим заново, например, или делаем предсказание следующего, и вот так вот делаем, например, 7 предсказаний подряд. В принципе, неплохо работает, но не всегда. Иногда работает лучший вариант, когда мы построим модели отдельные на предсказание первого дня, ну, первого следующего значения, второго следующего значения, третьего следующего значения. То есть, ну, это вот как раз работает хорошо с machine learning методами, и в целом только с ними, другими нет. Вот. То есть, вы можете построить, не знаю, 7 моделей для того, чтобы предсказать 7 дней в неделю. Ну, и последнее, это machine learning и не machine learning, что же выбрать, да? Ну, первое, что я говорил, вот вы видели вначале, что в зависимости от вашего типа ряда очень много зависит. Но в целом вы можете, то есть, если у вас универиат ряд, то у вас есть большой набор вариантов не machine learning, но вы можете использовать и machine learning, и RNN, и LSTM, или вот перевести его в регрессию, в ряд. Если же у вас multivariate, то вы, по сути, имеете большой вариант использования machine learning моделей, и почти не имеете, к сожалению, никаких других. Но есть вот векторная авторегрессия, которую вы можете попробовать. Но преимущество machine learning модели в том, что могут брать дополнительные данные, дополнительные перемены извне и использовать их для предсказания. Могут быть тренированы на большом количестве разных рядов. То есть, например, биржевые индексы, вы можете просто все брать, разные компании, тренировать в одну модель. Вы можете, оно умеет там как раз захватывать какие-то нелинейные паттерны лучше и хорошо автоматизируется. Ну, потому что там разделили, ба-бах, ба-бах, все это дело программируется и автоматизируется легко, переобучение, обучение и прочее. Не ML модели, легче начать. Могут предсказывать universal time series, потому что, в общем-то, здесь не все модели могут это делать. Могут предсказывать короткие временные ряды, то есть основываться на коротких временных рядах, делать предсказания, потому что для machine learning методов, тем более для нейросетевых методов, требуется больше данных. Также часто имеют возможность предсказать confidence, то есть уверенность прогноза дать вам и хорошо интерпретируемые. Ну, потому что там формула и все, конфисенты посмотрели и все. А в нейросети это черный ящик. Итак, последнее. Это что мы отсюда выносим из этого доклада? Первое, что существует два типа рядов глобально. Второе, что перед тем, как делать прогнозирование, вам стоит сделать time series analysis вначале, то есть проанализировать, что у вас, тренды, сезонности, вот это все, стационарности, для того, чтобы потом выбрать метод лучше. Третье, что есть много разных подходов и инструментов, которые вы можете использовать. То есть у вас, в принципе, горизонт большой. Четвертое, то, что вы не можете заранее, к сожалению, сказать, какой метод сработает лучше или хуже, поэтому приходится пробовать разные и сравнивать. Пятое, то, что здесь работает кросс-валидация по-другому, чем привычно в машинном обучении, в других задачах. Несколько методов могут работать, несколько моделей разных могут работать лучше. Если вы сделаете несколько предсказаний, потом каким-то образом их совместите, то, возможно, будут лучше предсказания ансамблевые, чем одной модели. И последнее, это то, что очень часто вы имеете данные, временный ряд, вам его дали в том виде, в котором набор наблюдений. Но вы будете делать предсказания, основываясь на том, что это Univariate. Но на самом деле у вас может быть просто какие-то непонятные скачки, что-то еще. Они ничем не объяснимы кажутся, ну, по крайней мере, ваши данные их не описывают. Ну, например, это не Weekend Driven, да, изменения. А на самом деле оно чем-то вызвано. Поэтому старайтесь думать, чем оно вызвано, и пробуйте добавить дополнительные знания в модель, для того, чтобы она предсказывалась лучше. Вот, к слову, ну, это как бы не правило, но тем не менее, если вы сможете добавить правильные предикторы, то почти наверняка, и потом использовать любой метод дальше, почти наверняка ваше предсказание станет лучше, потому что в модели появится опора на какие-то другие значения, и она сможет лучше предсказывать, точнее предсказывать, вот какие-то всплески непонятные, или изменения уровня, или тренд, или что-то еще в этом духе. Информация будет, ну, вы можете почитать это там дополнительно, тут более подробно, в принципе, про то же самое по этим ссылкам. Все, спасибо большое. Есть ли у вас вопросы? Ладно. В кулуарах. Вот вопрос задашь. Спасибо за доклад. Прежде всего, второй вопрос. Для оценки предикторов дополнительных, то есть в случае multivariate regression, или time-service forecasting, как оценить информативность какого-то признака? То есть, грубо говоря, вот мы сейчас хотим прогнозировать продажи. В нашей ситуации есть много факторов, которые влияют, например, в последнее время. На ситуацию там в стране, грубо говоря. Очевидно, как-то конъюнктура рынка поменяется очень сильно. Если мы будем брать, например, курс доллара, и будем предсказывать как-то продажи, то мы можем либо увидеть, либо не увидеть каких-то зависимостей. То есть, как оценить корреляцию? Если у нас есть продажи, два восходящих тренда. Если мы померяем корреляцию обычной, там, Пирсона или там Спирмана, мы получим очень высокое значение. Есть ли какие-то вещи и какие-то подходы к оценке информативности предикторов для случаев временных рядов? Тут два получилось вопроса немножко, если я правильно понял. Насчет оценки предикторов. Да, тут вы можете смотреть на корреляцию, действительно. Но она не всегда работает хорошо. Если у вас есть уже модель, которая… Самый простой метод машинного обучения – у вас есть модель, которая основана на каких-то предсказаниях данных, которые у вас уже есть. Она дает такой результат, такую ошибку. Вы добавляете дополнительную переменную, перестраиваете модель и смотрите, какую ошибку она дает. Если ошибка уменьшилась, значит, ваш предиктор работает. Если ошибка не уменьшилась или незначительно изменилась вверх или вниз, возможно, не работает. Если ошибка ухудшилась, вам, возможно, там надо немножко в модели немножко потюнинговать, потому что просто в нее добавили новые, если вы особенно несколько предикторов добавили, может, просто она уже не может все их схватить и что-то чем-то жертвует. Вот, и это первое. Ну, можем потом отдельно поговорить. На самом деле, очень большой вопрос. И второе – это вот насчет вот этих вот каких-то вещей, связанных там с ситуацией в стране. К сожалению, эти вещи вы часто не сможете предсказать. Ну, то есть это, так называемые, вот эти шоки, которые именно потому и шоки, потому что они непредсказуемы. Здесь вы можете только как бы дальше правильно дообучить модель, чтобы она учитывала уже эти шоки в будущем, в будущих предсказаниях. Вот как-то так. Ну, потом, если у вас будет интересно, подробнее поговорим. Спасибо, Саша, за отличный доклад. У меня есть крайне простой вопрос. В моделях Arima и Sarima есть ли встроенные возможности или какие-то пакеты, которые позволяют использовать custom loss функции? О, хороший вопрос. Ну, кто, то есть, кроме того, что ты можешь выбрать в параметрах, ты хочешь еще что-то свое, да? Да, я хочу использовать custom loss функцию для тренировки с Arima или Arima. Влад, Влад, прости, я не знаю, надо смотреть. Понятно. И то же самое, кросс-валидация встроенная для Arima, Sarima. Тоже неизвестно. Встроенной? Ну, какая-то встроенная, да. Ты имеешь в виду, но она там встроена только на основании тренировочного ряда, что ты имеешь в виду? Ну, для подбора метапараметров P, Q, D и так далее. Но это уже другие методы, да, ты имеешь в виду? Ну, например, для Avtoarima, по-моему, в VAR такой возможности не было, если я правильно помню. Я спрашиваю, есть ли такая возможность автоматом этой проверить? Нет, скорее всего нет. То есть все руками писать? Да, обычно циклы и пошел. Понятно, спасибо. Добрый день. У меня следующий вопрос. Не могли бы рассказать или сказать пару слов по поводу очистки данных, которые предшествуют анализу временных рядов? Может быть, изначально имея не совсем корректные данные на входе, это может повлиять в целом на весь процесс анализа? Да, 100%. Да, я эту тему опустил, потому что и так доклад большой, хотелось больше показать предсказания. Но да, это абсолютно точно. Любая работа над машинами задачи начинается с анализа и очистки данных. То есть вы там можете иметь пропуски в данных, вы можете иметь аутлайеры всевозможные. Ну, здесь, в общем-то, все очень просто. Есть, например, методы или модели для предсказания, которые, например… Ну, во-первых, все пропуски надо заполнять. Ну, вы делаете двумя способами. Либо вы заполняете их чем-то, там, интерполяцией какой-то, либо вы их выкидываете. Но вот не всегда это возможно. Иногда работает вариант с выбрасыванием, да не работает. Лучше, конечно же, чем-то заполнять. Чем заполнять? Вариантов, опять же, масса. Средними, предыдущими значениями, какими-то сглаживаниями, предсказанными значениями на основании других фич. Вы можете их сначала, например, использовать для того, чтобы заполнить пропуски там, где у вас нет. Нет. Вот. Далее, второе. Аутлайеры. Есть, опять же, модели, которые к аутлайерам устойчивы, есть модели, которые к аутлайерам неустойчивы. Если используете неустойчивые модели, то, конечно, лучше их либо выкинуть, либо заменить на… Ну, обычно они не выкидываются, обычно они заменяются на максимальное значение, которое было встречено раньше. Или на среднее значение. Тогда вообще мы, типа, эту точку мы просто пропустим. Ну, обычно какое-то большое значение, но в рамках вашего более-менее ряда, статистики вашего ряда. Ну, максимальный или минимальный, соответственно, откуда аутлайер ушел. Вот. Но, опять же, некоторые методы рабастны. Например, вот эти всякие декомпозиции, вот эти x11 и так далее, они вот рабастны к этому, ну, устойчивы к этому. Вы можете их просто использовать без учета аномалий, без чистки аномалий. Я ответил? Обязательно. Ой, простите. Обязательно. Да. Если у вас есть пропуски, ваши методы вообще не сработают. Ну, если у вас есть NA-значение, грубо говоря, в какие-то дни, то ваши фитинги не будут работать, большинство из них. То есть вы должны это сделать в момент анализа ряда. А вот решать эти проблемы или нет, вот некоторые надо решать, а некоторые можно не решать. Вот есть две руки, вот в том углу и вот в центре. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Да, у меня есть два вопроса. Первый, я читал, что временные ряды, которые связаны, там какие-то биржевые индексы и такого типа данных прогнозировать нельзя из-за того, что слишком много людей их прогнозируют и сами влияют этим на значение. Это правда. Это хаос второго порядка, считается. Ну, то есть есть хаос первого порядка, это когда мы какие-то значения имеем, которые не зависят от других факторов, вернее, от каких-то изменений, от влияния на систему. А хаос второго порядка, это те, которые зависят от влияния. И вот биржевые, ну, биржа, она, к сожалению, очень чувствительна. Вы делаете предсказания на завтра, вы получаете, например, что цена упадет, точные предсказания, что цена завтра упадет. В результате сегодня начинают продавать, и она падает сегодня. Что с этим делать, вопрос? Непредсказуемо, да? Жить. И второй вопрос. Вот если есть временной ряд, про который известно, что у него там дисперсия постоянно увеличивается, ну, или там она сначала была маленькая, потом стала большой. Есть ли какие-то методы, которые позволяют такое предсказывать? А, предсказывать увеличение дисперсии? Ну, есть методы, например, в декомпозиционных моделях, там есть вот этот лоис, по-моему, если я правильно помню, он умеет это, ну, не только, по-моему, они все, в принципе, если я правильно помню, они все умеют учитывать увеличение варианта. И, следовательно, там, например, если у вас растет амплитуда, то они ее учтут. А если это не постепенно? А, если не постепенно, если меняется? Это сложно. Поэтому временные ряды сложно предсказывать. Ну, то есть есть какие-то методы, наверное, можно поискать в пейперах, но все это будет, наверное, не очень устойчиво работать, не всегда. Извините. Ну, это хорошие вопросы, на самом деле, сложные. Давайте еще один вопрос, вот, из центра. Спасибо за доклад полезный. А скажите, пожалуйста, какой у вас на практике, какие архитектуры нейронных сетей давали, ну, скажем так, хорошие результаты, вот, кроме LSTM? Есть такая архитектура WaveNet. Использовали вы ее? Не использовали, к сожалению. Ну, попробуй. Надо попробовать. Ну, то есть, на самом деле, с нейросетями. То есть, если вы хотите делать, ну, в любом случае, с временными рядами хорошо работают, вот, рекуррентные нейронные сети, или RNN, или LSTM. Но, в принципе, если у вас задача, ну, как бы вы ее свели там в много предикторов, то, ну, вы можете попробовать и обычные. Правильно извлекли, если вы правильно извлекли фичи, которые, то есть, вы учли в ваших фичах, например, какие-то лаги, то есть, информацию о прошлом вы учли, которые требуются для предсказания будущего. В этом случае вы можете, в принципе, брать любой другой machine learning метод, даже, ну, любая другая нейросеть будет работать. Вот если вы ее не учли и не хотите с этим заморачиваться, тогда, конечно, вам, чтобы сохранить рекуррентность, ну, это вот, не рекуррентность, простите, чтобы сохранить последовательность наблюдения, вам тогда лучше использовать какие-то рекуррентные нейронные сети. Спасибо. Все, да? А, еще есть. Ну, давайте еще один вопросик, в принципе. Обед впереди, есть чуть-чуть времени. Все съедят. Здравствуйте, большое спасибо за доклад. Вы в своем докладе не слишком много осветили сигнал, предсказания сигнала, да. У меня вопрос следующего плана, например, есть дроны, есть управление пилотированием им, и, предположим, есть датасет, который задерживает информацию о том, как именно пилот пилотировал его. И что он применял. Что нажимал. Задержка, задержка, да? Да, и можно ли уменьшить вот этот вот отклик между дроном и пилотом, предсказывая то, как именно хочет пилот повернуть джойстик. То есть, как только он начинает поворачивать джойстик или двигать переключатель, можно ли предсказать, на какое именно положение он его хочет передвинуть, для того, чтобы больше, для того, чтобы уменьшить отклик дрона на пилотирование. А что еще уменьшить отклик, простите? Ну, например, до того, как передвинется джойстик на положение, допустим, 20 из 256, можно ли предсказать на основе предыдущих усилий на этот джойстик, что он передвинется именно на 20 или в районе? Ну, можно предсказать, да. Какие инструменты? Давайте, вот это точно не на 5 минут, давайте, ну не на 2 минуты, давайте в перерыве сейчас подойдете, мы поговорим о том. Ну, что ж, Александр, большое спасибо за доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ